И здравствуй YouTube, с вами Зиза Хедж и вы смотрите четвертую серию одиночного вестплея на FTB сборке Magic Farm 2. Я себе делаю еще одну ферму. Рядышком с первой. Как вы думаете, из-за чего? Из-за того, что я нашел еще одну деревню. Правда, есть у меня такое ощущение, что в этом модпаке вы не можете получить, собственно, пшеницу и семена пшеницы, просто разбивая траву. Потому что я разбил ее, ну, действительно, немереное количество. Я получил все, что угодно, всякие разные интересные и не очень семена, кроме, собственно, пшеницы. Но при всем при этом, учитывая то, что я нашел ферму, у меня появилось немножко пшеницы и, что более важно, немножко ее семян. Так что давайте начнем вот здесь вот нашу ферму пшеницы. Пшеницы нам с вами понадобится немало. Я, правда, в этот раз поступил немножко хитрее. Я не стал сразу забирать из деревни вообще все, что там росло, потому что, мало ли, я так решил, что вдруг я по пути домой снова все растеряю. Учитывая то, что, как вы знаете, такое уже было, мне бы этого не хотелось повторить. Поэтому я даже ее еще до конца не обворовал. Ха-ха. Там, более того, я все-таки надеюсь, что мы с вами найдем тоже домик жителя из Тинкерс Констракта, который нам любезно подарит свой поршень. Так, я, собственно, пока готовлюсь к путешествию в деревню и я оттуда свистнул четыре бочки. Мы с вами здесь будем делать наше винище и прочее бухло. Это, собственно, бочки нам предоставлены модом, также, как он называется, Граускрафт он называется. Вот, собственно, мы с вами сможем всякие делать интересные штучки. Так, я здесь, собственно, себе готовлю еду в дальнюю поездку. И у меня с собой есть лодочка. Давайте отправимся в деревню прямо вот отсюда. Кстати, давайте проверим пока свои сети. Ммм, ботинки. Много рыбы. Неплохо, неплохо. Давайте тогда тоже все это сначала сюда куда-нибудь сгрузим. У меня здесь специальный сундук для всякой еды. А вот чего-нибудь делать с ботинками, если честно, я не знаю. Наверное, их имеет смысл просто выбросить, потому что, по-моему, с ними мы не можем сделать уже ничего. Так, тут не Кривер был, надеюсь? Так, лодочка и поехали. Деревня у нас исключительно за океаном. И только здесь надо не так быстро ехать. Не так быстро ехать надо. Так, что-то я разогнался. Вот, и, собственно, пока мы с вами будем пересекать океан, мы с вами как раз сможем еще немножко этих самых водорослей подсобирать для того, чтобы, может быть, сделать все-таки себе какую-нибудь еду, например, суши. У нас с вами уже будет достаточное количество, я надеюсь, хлебушка. Кстати, почему я его не сделал, непонятно. Ну да ладно. И почему я не почутил свой инвентарь. Ну тоже ладно. Так, ну, собственно, я сейчас доберусь до деревни. Вот она там. Я ее назвал Портовая деревня. 300 с чем-то блоков. И мы с вами увидимся. А ведь вот она, собственно, деревенька. Это, собственно, все, что я отсюда свистнул. Ну, не считая вот этого домика. Так, и как бы нам попасть вот в этот домик. Я, собственно, вернулся, на самом деле, назад. Домой. Для того, чтобы инвентарь очистить. Вот теперь думаю, что, наверное, сделал я это зря. Надо было оставить хотя бы кабл. Потому что деревня такая полузатопленная. И входить в дома не очень удобно. А, тут еще один. Мужчинка из Гроускрафта. Который нам готов продать Эль. Хотя я не думаю, что мне нужно столько бочек. Или уж забрать. Не, не буду. Пусть они у него останутся. Все равно ничего, кроме ферментации, в них происходить не может. Так, что у нас еще здесь есть интересного? Кроме бормочущих жителей. Так, Тинкерс Констракт. Поршень. Что это такое? Это всякая фигня. Ну, и, наверное, здесь тоже нам ничего особенно интересного не светит. Хотя, 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 что это было такое? Нет. Нет. Это нам все не интересно. Ладно, хотя бы у нас есть поршень. Так, здесь. Разобьем дверку. Вообще пустой домик. Так, кладбище. Кстати, я, собственно, понял, для того, чтобы вызвать визера, не обязательно уничтожать все. Но при всем при этом, в некоторых из этих могилок могут оказаться весьма полезные предметы. Говорят, что даже можно найти алмазы. Вылезет ли визер или не вылезет, собственно... О, алмазик, две штуки. Неплохо. Это, собственно, как повезет. То есть, их можно, с одной стороны, конечно, разбивать, но, с другой стороны, может так случиться, что и будет ой. Это как такие маленькие сундучки. Ну, пожалуй, ладно, я нашел два алмаза, хватит испытывать судьбу. Не будем мы окончательно рушить кладбище. Так, это, насколько я помню, между прочим, из Сомкрафта. Здание, только почему же оно совсем пустое? Обидно. Можно было бы здесь найти что-нибудь очень полезное. Ладно, что тут у нас еще есть? Это, скорее всего, пустое здание. Еще одна ферма. Это похоже на... Еще чей-то домик. Пустой домик. Видимо, все умерли. Так, это у нас пусто. Здесь у нас кто-то бор мочит. Ух ты. Да, вот, собственно, вот эта вот штуковина с трудно произносимым названием. Это типа столик из Форестри. И здесь у нас опять всякие разные пчелиные продукты, которые нам, наверное, не сильно интересны. И что тут за пчелки? Модест. И модест. Да нет, тоже как-нибудь обойдемся. Ух, сколько здесь жителей. Какое-то у них здесь сборище. Так, и все-таки давайте попробуем еще раз забрать книжки. В прошлый раз мы их потеряли. Надеюсь, что в этот раз мы их донесем таки до дома. На самом деле, не знаю, понадобятся ли они мне, но хотя бы вдруг там, не знаю, захочу себе сделать комнату для зачарований. Нам в любом случае там понадобится ставить эти самые книжечки. Так, как нам добраться вот до тех домов, хотя они, судя по всему, пустые. А вот тот домик, похоже, что нет. Здесь мы были. Были. Отсюда мы только что книжки свиснули. Так. Не люблю затопленные деревни, но что делать? Выбирать не приходится. Какую нашел, такую нашел. Хотя, в принципе, все, что нам нужно, мы уже здесь нашли. Но меня просто любопытство разбирает посмотреть, что в остальных домиках. Ну, как же он далеко-то. Хотя тут, похоже... А, нет, тут второй этаж есть. Это не тот домик, в котором я уже был. Темнеет. Так я, наверное, сюда запрыгнуть не смогу, да? Как нехорошо. И у меня... А, есть кабл. Можем подставить. Так, это еще один Тинкерсконстракт. Еще один Поршень. Здесь ничего интересного. Здесь много всего, но интересного из этого тоже, по-моему, ничего нет. Так, а здесь тогда уж? Давайте попробуем... Эть, не попробуем. А, если вот так? Еще один домик Стинкерсконстракта. Три Поршня. Это неплохо. Так, наверное, все-таки пора собираться домой. И не испытывать судьбу. Хотя, вот еще один домик. У него даже прямо тут лесенка есть. На которую я не смогу забраться. Но я смогу ее срубить. И теперь смогу ее поставить немножко ниже. Еще книжки. Ммм, это житель из Мисткрафта. У него здесь странички. Но я думаю, что мы у него заберем исключительно книжки. Или, хотя, может быть, Райтинг Деск. Как он забавно теперь выглядит. Тоже не помешает, чтобы на него не тратить ресурсы. Саванна. Нет, это нам точно не интересно. Эндермены хрюкают. Так, ну и вот этот вот домик, наверное, тоже хотелось бы нам посетить. Где тут наш кабл? Непонятный домик. Без каких бы то ни было опознавательных знаков. Ладно. Где там наша лодочка? Я сейчас, собственно, залезу в лодку. Доберусь до основного дома. Наверное, там посплю. И мы с вами увидимся. А, Ютуб, давайте все-таки попробуем себе сделать какую-нибудь интересную еду. Итак, сэндвич с рыбой, да? Либо рыбные палочки. Либо обед с рыбой. Но нам для этого нужен лимон. Лимона у нас пока нет. Так, или мы можем попробовать сделать суши. Для этого нам нужен рыбка, рис. Хотя... Давайте лучше сэндвич сделаем. Что-то мне он как-то больше нравится. Так, нам нужно что-то вроде сковородки. Делается таким вот образом. Осталось ли у нас железо? Осталось. И одна палочка нужна. А вот палочек у нас не осталось. Ладно. Так, что-то вроде сковородки. Готово. Еще нам нужна вот такая штука. Делается из яйца и соковыжималки. Соковыжималка делается вот так. Я как раз себя подготовил под это дело. Камушки. Джусер. Кстати, говорят, что при помощи этого предмета я могу выжимать сок из, собственно, ягод, которые у меня растут. Ну, ладно, поживем и увидим. Так, мне нужно яйцо. Яйцо у меня где-то было. Вот оно. Так, и в итоге мы получили майо. Выжали яйцо. Так, еще нам нужна хлеб и рыбка. Сделаем немножко хлебушка. Хлебушек, рыбка, вот эта штука и, наверное, майонез. Так, у нас с вами все пропало, кроме нашей сковородки. Ммм, интересная штука. Если мы, кстати, его еще обернем в капусту, у нас получится еще более интересное блюдо. Интересно, отличаются ли они чем-нибудь. Есть ли у меня капуста? У меня нету капусты. Может быть, у меня где-то растет капуста? Ой, крипер у меня растет. Фух. О, у меня сапградился мой мечик. Отлично. Бэйн оф антропадс. Да, самое худшее, что можно предположить. Ну да ладно. Так, что здесь может быть похоже на капусту? Ты кто? Я на самом деле не знаю, до какой степени эта самая капуста должна дорасти, прежде чем ее можно будет срубать. Давайте попробуем. Это латук. Это не капуста. А нам нужно было что? А, так, собственно, он и нужен был. Но в любом случае, он еще, видимо, не вырос. Видимо, вот это еще его не полностью выросшее состояние. Ладно, значит, давайте, наверное, тогда будем кушать такие сэндвичи. У нас сейчас не хватает двух с половиной сердечек. Давайте его скушаем и посмотрим, сколько он нам даст. Ммм, два с половиной сердечка. А что, совсем неплохо. Замечательно. Давайте-то сделаем еще таких штук. У меня еще есть 10 рыбок. Мне еще нужно, значит, 10 яиц и много-много хлеба. Четыре батона получилось, да. У меня же вроде как тут еще две. Понятно, значит, это мы ждем. Ну да ладно, нам нужно тогда четыре рыбки себе оставить. И нам нужно трачить три яйца. Раз, два, три, четыре. Еще раз делаем это что-то похожее на майонез. И делаем себе еще четыре сэндвича. Так, отлично. Сэндвичи мы теперь знаем, что штука вкусная. Что там еще можно было делать из рыбки? А, слушай, для этого нужен рис. Риса у меня здесь, наверное, пока нету. Как интересно может выглядеть рис? Да, риса пока здесь нету. Хотя, давайте-ка, собственно, может быть, начнем его сажать. У нас для этого, в принципе, все есть. Каким образом у нас растет рис? Не знаю, как в PAMS Harvest Craft. Но, если мы воспользуемся, скажем, тем же самым, который я опять забыл название, Growth Craft, нам нужно где-то под это дело выделить область. Не очень, в принципе, большую. Давайте, наверное, где-нибудь... Вот здесь у нас будет продолжаться ферма. Значит, наверное, где-нибудь вот здесь это сделаем. Такую маленькую территорию 3х3 нам нужно себе обозначить. Потому что рис у нас с вами растет в воде, в Growth Craft. Да, я думаю, что этого нам будет достаточно. Где наша мотыга, наш плуг? Делаем себе поле 3х3. А теперь этой же мотыгой по этому же полю делаем еще раз вскапывание. Так, что-то он не хочет вскапываться. Возможно, нужно его все-таки намочить сначала. Может быть, так будет. Нет, почему-то он это отказывается делать. Странно, в синглплеере у меня это работало. Вот это как-то грустно и обидно получается. Странно. Что, на сервере не работает? Это, конечно... Мои планы это немножко меняет. Почему он не хочет этого делать, я не понимаю. Ладно, я сейчас, наверное, посмотрю на логи и вернусь. А, YouTube, смотрите, что могу. Хе-хе. Алмазик. Да, у меня, собственно, сабгрейдилась моя кирка. К сожалению, в этой версии Гроускрафта есть баг, который не позволяет в мультиплеере делать, собственно, лужи для выращивания риса. Сам по себе мод уже обновился, но мод пак, к сожалению, пока нет. Поэтому я бы, в принципе, мог себе обновить моды со стороны клиента и со стороны сервера и начать делать рис. Но при всем при этом я вспомнил то, что обещал с вами дериться картой своего прохождения каждые 10 эпизодов. И понял, что если я, собственно, так сделаю, то у меня это будет все работать, а у вас нет. Так что, уважаю, мы с этим повременим. Именно поэтому я, собственно, провел какое-то время и нашел себе яблочко. Зачем мне нужно яблочко? Для того, чтобы попробовать сделать яблочное дерево. Мы его не будем есть, мы его положим в верстак и получим огрызок. Такую штуку, собственно, тоже из Гроускрафта. Надеюсь, кстати, что это работает. Давайте теперь найдем какое-нибудь местечко приличное, куда бы мы с вами посадили этот наш огрызок, для того, чтобы у нас выросло исключительно яблочное дерево. Ну, в принципе, давайте куда-нибудь сюда его поставим. Выглядит он как обычный саплинг, но при всем при этом, если мы посмотрим на информацию, которая нам предоставлена Вайлой, мы увидим то, что это Apple саплинг, то есть росток яблочного дерева, яблони, из Гроускрафта. Давайте, на самом деле, возьмем немножко Боунмила, для того, чтобы этому дереву немножко помочь. И я, собственно, периодически тут собираю плоды производства моей фермы. Она тут даже что-то делает. Я, правда, все еще совершенно не уверен, что с этим потом делать. Ну, ладно. Вот, собственно, какие у меня еще есть идеи. Мы с вами едим картошку. Это неплохо, это замечательно. Но при всем при этом какая-то она уж очень, как сказать, правильная, что ли, еда. Обжаренный картофель. Точнее, не обжаренный, а запеченный. Что в этом плохого? Это достаточно вкусная, относительно здоровая пища. Поэтому давайте попробуем из нее сделать какую-нибудь нездоровую пищу. Немного более. Так, сейчас только мы хотели с вами взять Боунмилл. Боунмила у меня самого нет, но есть немножко косточек, которые я вытащил из могилок. И, собственно, да, в моей сети попались два лука. Они мне совершенно не нужны. Даже такие хорошие. Так что, наверное, нам придется с вами... И еще лук, откуда он их берет? Наверное, нам с вами придется сейчас немножко подумать, как мы будем избавляться от всего этого мусора. Есть ли у нас трэш-кен? У нас есть трэш-кен. В принципе, давайте, наверное, его и сделаем. Потому что мусора постепенно накапливается много. Одевать мне его, собственно, некуда. Поставим обжариваться камушки. Пока там ночи. Давайте ее пропустим, собственно, чтобы здесь нам всякие плохие парни не мешали. Так. Нам еще, по-моему, понадобится сундук. Раз, два. Ну, пусть будет два. А, ну, собственно, два и надо. Сундук. Три гладких камня. Которые почти сделались. И еще что нужно? Еще пять кабла. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай. И трэш-кен. Получили мы эту штуку. Давайте ее куда-нибудь, да, вот сюда рядом с кроватью поставим. Собственно, все вот эти вот луки мы сюда успешно сбросим. И еще мы сюда сбросим наши деревянные двери. Потому что, по какой-то причине, они не хотят у меня использоваться в качестве горючего для печек. Так что меня они никого интереса не представляют больше. Ну, ладно. Так, поставим снова запекаться нашу картошку. И, о чем мы с вами говорили. Давайте попробуем вырастить это дерево. Ну, как вырастить? Помочь ему расти. Не знаю, насколько оно удачно вырастет, конечно. Прямо-таки с первого раза. Но, по крайней мере, давайте попробуем. Ага. Выросло наше дерево. По идее, у него на ветках теперь должны начать расти яблоки. Ну, посмотрим. Пойдет это как надо или не как надо. Apple Leaves. Кстати, да. Сами по себе... О! Начали появляться яблочки. Пока зеленые. Как только они станут красными, их можно, собственно, срывать. Но пока они зеленые, срывать их не надо. Мы просто все испортим. У нас теперь будет еще один достаточно стабильный доход. В этот раз яблок. Единственное, что я думаю, что первые несколько яблок я также посажу сюда в виде деревьев. Я их не буду использовать никуда. Так. Давайте теперь посмотрим, что мы с вами можем сделать из нашего печеного картофеля. Мы его можем сделать картошкой с маслом. Мы из него можем сделать картофельный салат. Или вот такую штуку. Давайте сделаем, наверное, картошку с маслом. Нам для этого нужно масло. Масло у нас как делается? Нам нужна соль, тофу или сливки. Сливки это молоко и миксинг-болл. Так, нам, значит, нужно с вами взять пару ведерок и пойти подоить коровок. Где-то вот там вот я, по-моему, наблюдал коровку. Так, а у нас с вами нету, конечно же, удочка. Нету, конечно же, нашей лодки. Ладно, давайте поплывем вплавь. Благо здесь не очень далеко. Хотя, наверное, нужно было сделать лодку. Ладно, тогда я сейчас доберусь до коровки и вернусь. YouTube. Злобная коровка, к сожалению, там оказалась только одна. И поэтому у меня есть только одно ведро с молоком. Но есть такой вот рецептик. Мы получим четыре, ну, скажем так, кружечки свежего молока. В принципе, одна такая кружечка может использоваться как одно ведро. Поэтому мы с вами просто получили совершенно случайно четыре ведра вместо одного. К сожалению, обратно этот рецепт не работает. Ну, что делать? Если бы он работал, то было бы слишком просто. Итак, нам нужно... Что-то я куда-то убежал случайно. Нам нужно сделать масло. Так, тесто и масло. Нет, это немножко не то. Так, нам нужна соль. Нам нужны сливки. Сливки это ведро молока и миксинг-болл. Миксинг-болл это вот такая вот штука. Раз, два, три и одна павочка. Так, павочек нету. Павочки. И три дерева. Миксинг-болл. Смешиваем его с молоком. Получаем сливки. Теперь нам нужна соль, сливки и наш картофель. Соль, 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 соль. Раз, два, три, четыре. Нет, не наш картофель. Что-то там еще же нужно было. Масло. Ага, вот такая штука. Тоже что-то вроде глубокой сковородки. Где-то у нас... Да. Я же здесь немножко себе привел все в порядок, поэтому теперь у меня все лежит совершенно не там, где я привык. Хе-хе. Ну да ладно. Так, такая штуковина. Плюс наше масло, плюс соль. Получается масло. Четыре штуки масла у нас с вами есть. И теперь если мы картофель соединим с маслом, у нас получится картофель с маслом. Ага-га. Отлично. Правда пока попробовать не сможем, потому что я только что сожрал два своих сэндвича с рыбой. Поэтому теперь у меня голод какое-то время не будет беспокоить. Так, куда нам деть с вами bone meal? Допустим, собственно, здесь где-нибудь полежит. Так, отлично. У нас теперь появилось два вида еды, которые, в принципе, можно вполне себе кушать. И если мы с вами где-нибудь найдем еще коробок, мы с вами, собственно, сможем себе сделать еще масло. Так, кстати, у меня же где-то был джусер. Давайте заодно и попробуем воспользоваться этим самым джусером. Куда только вот я его делал. Наверное, я его положил... Да, вот сюда. Собственно, сковородку. И вот эту штуку можно теперь положить сюда. Как-то так? Да. Получается сок из малинки. Так. У нас с вами уже совсем много разной еды. Это радует. YouTube я все-таки пришел за коробками, но в этот раз не для того, чтобы их доить. Хотя и это тоже. Мне нужна кожа. Кожа мне нужна для того, чтобы сделать себе рюкзачок. Все-таки, учитывая то, сколько у меня здесь всякого барахла помещается в инвентаре, я думаю, что мне придется сделать рюкзачок. И, собственно, да, плохие новости у нас здесь нет с вами Enter Storage. Учитывая то, что у нас с вами нет Enter Storage, мы с вами не сможем передавать что-либо на расстоянии и не сможем себе сделать, как я это делал обычно, такую безопасную сумочку, которая бы у меня хранилась дома, в которой были помещены все мои нужные инструменты. Так что я решил, что если уж в любом случае нам никак не спасти свой инвентарь в случае смерти, то пусть хотя бы он не так быстро забивается всяким разным. Так, и мне нужно 6 кожи, у меня есть 4. Ух ты, какие интересные плоды. Что это такое, интересно? Ну, сливка. Что мы можем сделать со сливой? Мы можем, кстати, сделать из нее сливовое дерево. Или фруктовый салат. Или йогурт сливовый. Ммм, или пунш. Как здорово. Пожалуй, надо их собрать. К тому же тут уже некоторые вызрели. 6 штук у нас есть. Я думаю, что если мы это совместим с любым саплингом, мы с вами сможем построить себе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сливовое дерево. И, возможно, будем из него делать какой-нибудь... Кстати, как делать йогурт? Ради интереса. Ресайп. Кожа и молоко. Странно, как кожа плюс молоко получается у них йогурт. Ну да ладно. Не мне их судить. Так, ладно, мне нужно найти еще пару коровок для того, чтобы с них снять шкурку. И я вернусь. А, YouTube я решил посмотреть, что-то у меня с моим яблочным деревом, смотрите, какая красота. Вот таким вот образом с него можно собирать яблочки. Которые, естественно, покраснели. Если мы их не соберем, они просто начнут падать. В принципе, когда мы с вами доразвиваемся в Сонкрафте до големчиков, можно сюда поставить одного, чтобы он их собирал. Ну, это еще не скоро. Я сюда, собственно, посадил еще одно такое же. Давайте попробуем его вырастить. Отлично. И я думаю, где-нибудь вот здесь давайте попробуем посадить сливку. Я взял с собой сливку и саплинг. И у нас получилось сливовое дерево. Так. Хочу немножко расчистить территорию. Давай ты будешь расти здесь. Отлично. Выросло дерево со сливками. Сливки, естественно, пока зеленые. Так. Ну что ж. Хорошо. Давайте, кстати, съедим нашу картошку с маслом, которая нам дает 2 единички голода. И, собственно, да, я снял у себя с огорода сладкий картофель. Пока не понял, что в нем такого сладкого. Что в нем такого интересного. Ну да и ладно. Так. Это сделали. Я, собственно, себе набрал необходимое количество, как она называется, кожи. И сюда даже уже поставил... Да, расплавляется наш молден алюминум брас. Нам это нужно для того, чтобы сделать себе тав-тул-род. Где он у нас есть? Нет, это knife blade. Это chisel. Тав-тул-род. Тав-род, естественно, не тул-род. Нам их нужно сделать 2 из железа. Давайте возьмем одну необработанную железяку. И сначала сделаем формочку. Ах! Сначала поспим. А то вдруг чё. Так, поспали. Мне нужен кабл. 3. Если мне память не изменяет, мне нужно. Для того, чтобы сделать себе тав-род. Да. Отлично сделали. Теперь выливаем его в нашу латунь, чтобы получить форму. И поставим сюда плавится 2 железа. Почему 2 железа? Мне их нужно 6. А не 2. Ещё 2 надо взять. Потому что таких штуки нам нужно 2. И на каждую нужно 3 железа. Эту можно... Да, хотя, собственно, её можно сразу, наверное, и выбросить. Зачем она нам, когда у нас теперь есть каст. И, собственно, почему бы мне не сделать так со всем остальным? Что-то я забыл. То, что теперь их можно совершенно спокойно изничтожать. Так как мы с вами построили себе мусорницу. Да. Так, пока у нас это делается, давайте вспомним, как мы там с вами делали картошку. Уж если у нас есть 8 молока. Плюс миксинг-баул. Пусть у нас будет ещё немножко картошки с маслом. Так, теперь нужно 8 соли. 8. И чего-то ещё. А, и такая вот типа сковородка глубокая. Для того, чтобы сделать из сливок масло. И теперь масло плюс картошка. Так. Кстати, это можно выбросить. Яблоки. К яблокам мы с вами найдём применение достаточно скоро. Как тут у нас наш прогресс? Почти. Ну, собственно, тогда пока он здесь почти, давайте с вами сделаем пресс для фруктов. Вот такая вот штуковина. Нам нужен как раз поршень, 3 железа и 5 досок. Где тут наши поршни? И 5 досок. Сделаем, не страшно. И 3 железа. Получили наш пресс для фруктов. Куда-нибудь надо его поставить. Так, у меня уже начинает заканчиваться здесь место. Видимо, скоро... Ай-яй-яй-яй-яй. Уй, босс. Видимо, очень скоро надо будет всё-таки думать что-то про переезд. Собака страшная. Это что, невидимый, что ли? С эффектом вызор, между прочим. Я не знаю, сколько у меня здоровья. Я не знаю, бью я его вообще или нету. Хотя, судя по звукам, где-то он здесь. Ну ладно. Вроде убежал. Фух. Страшно. Это, собственно, такая... Блок в высоту 2 клетки. И нам ещё нужен редстоун. О! Вон они выглядят. Чё вы там забыли? Так, палочка и... Вот, нехорошие какие пугают меня. Кстати, очень неприятные, оказывается, мобы. Я как-то так к ним не относился. Когда играл в Ванилу Майнкрафт, когда находил портал Вент, они меня почему-то столько головной боли не доставляли. Здесь с ним прям какие-то звери. Так, рычаг нам нужно вот сюда присобачить. И, собственно, теперь давайте возьмём наши яблоки. Сколько у нас там их есть? Пока 8. И поместим их вниз. Теперь подадим редстоун сигнал. И получим немножко яблочного сидра. Нам нужно, собственно, добыть его 999, для того, чтобы поместить в ведёрко. И, собственно, в качестве побочного продукта у нас здесь получается Бонмилл. Что тоже неплохо. Он мне дал штанишки FireProtection 1. Ужасно бесполезная вещь. Я даже с ними ничего сделать не могу. Ладно, пусть пока лежат в ящике, я выброшу свои железные. Хотя железные я могу пробовать переплавить. По идее, они мне должны дать немножко железа. О, которое у нас, кстати, сделалось. Давайте возьмём наш ТАФРОДКЕСТ и сделаем две нам так необходимых павочки для рюкзака. Одна. И сюда поместим наши штаны. А вот не будут они жаяться до тех пор, пока они, собственно, не будут полностью починены. Так что смысла в них тоже нет. Да, вот это, конечно, обидно, когда вещи приходится просто выбрасывать, потому что никак их переработать в обратную сторону нельзя. Так, что мне нужно ещё для NAPSEC-а? А, по-моему, этот самый золотой слиток. Есть у нас один. И... Не понял. Чё не так? А, я знаю, чё не так. Я куда-то делал свою, собственно, кожу. Да, получился у нас наш NAPSEC. И давайте его наденем. Вот сюда он, кажется, надевается. Как только мы это сделали, у нас появилась третья вкладка, в которую мы можем посбрасывать все нечасто используемые предметы. То есть, в моём случае, допустим, вёдра, флинт, картошку, наверное, можно пока здесь оставить. Собственно, сок. Вот как-то так. Так, это можем тоже всё теперь уже убрать, потому что это нам сейчас уже не нужно. И на этой ноте, YouTube, нам нужно с вами прощаться. Мы с вами записали свои дежурные полчаса. Надеюсь, что вам понравилось. Мы с вами увидимся в следующий раз, чтобы продолжить заниматься всякими разными приспособлениями из еды, если это можно так назвать, комбинированием различных 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 ингредиентов для того, чтобы получать вкусные, полезные и совершенно неполезные блюда для того, чтобы выживать в этом замечательном модпаке. Итак, надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok